Всем привет! С вами я, Дмитрий Юхтеско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Итак, прошло 3 месяца и 10 дней, по-моему, с тех пор, как я получил посылку от Самуры. Ножи на тест. Напомню, что по договору с Самурой я должен был их протестировать в течение некоторого времени. И в зависимости от того, устроят меня эти ножи или нет, либо заключать с ними контракт о рекламе, либо не заключать. По прошествии эксплуатации сразу скажу, хотя, возможно, Самуре это не понравится, что ощущение у меня от использования этих ножей неоднозначное. Я не могу сказать сразу, что это идеальные ножи. Нет, не идеальные. В нашей семье я, среди всех пользователей ножей, отношусь к ним наиболее трепетно. Я не бросаю их в металлическую мойку, не оставляю их грязными. После использования всегда протираю тряпкой или мою и вешаю на магнит сушиться. Жена и малолетние операторы относятся к ножам наплевательски. Попользоваться ножом и бросить его в мойку, полную грязной посуды, нормально. А ножи, как вы понимаете, от того, что валяются вместе с другой посудой, пачкаются, это ладно, но они тупятся. А кроме меня, раньше в семье их никто не точил. После постоянных скандалов на эту тему и споров, жена этого дела не выдержала и купила ножи для того, чтобы пользоваться ими так, как ей нравится. Она приобрела вот эту вот сладкую икейскую парочку. И с тех пор она мои феликсы Золингены в руки не берет и не пользуется ими. Икейские ножи сразу после покупки вели себя прекрасно. Они изначально были достаточно острые, удобные в эксплуатации. Но в сравнении с моими феликсами Золингенами, это для меня, по крайней мере, полный отстой. Они абсолютно не держат заточку. Если феликсы Золингены я правлю минимум раз в неделю, то правки кромки вот этого ножа, ну и вот этого тоже, икейского, не хватает даже на то, чтобы нашинковать, допустим, качан капусты. То есть в середине процесса заточка садится и нужно править. Мне это крайне неудобно и безобразно. Хотя, конечно, они правятся очень быстро, легко, но нет, это не мой выбор. Феликсы Золингены. Это по форме ручки, по удобству держания, по массе. Они достаточно массивные, поэтому ими очень удобно рубить мясо, как топориками. Они достаточно массивные. У них достаточно толстый обух с такими аккуратно скругленными краями. Поэтому при правильном удержании поварского ножа, когда большой указательный палец удерживает лезвие, контролирует его от уклона, первая или третья фаланга указательного ложится на этот обух, и вот это место не набивает мозоли. Потому что слегка скругленный край, очень удобный. Теперь, что касается Самуры. Меня очень удивил металл на этих ножах. За вот эти три месяца и десять дней, ну или девять дней на сегодняшний день использования, вот этот нож я правил кромку на спайдерке триангле два раза. Два раза. И он достаточно острый. Он такой же острый, как Феликс Золинген, после недели использования без заточки. А здесь сорок пять дней. Прекрасный результат, мне кажется. Я не могу говорить про другие модели Самуры, у меня их не было в использовании. Но конкретно вот это вот, Самура 67, может быть мне партия такая попалась, может быть блогерам присылаю такие специальные ножи, не знаю. Я не экстрасенс, представление не имею, как. Но конкретно вот эти ножи, которые мне достались, заточку держат лучше всех ножей, какие у меня до сих пор были в использовании. Итак, я сказал, вот это Самура 67 два раза правило кромку. Вот этот средний нож, которым я разделал курочек, по костям резал и так далее, потребовалось три раза за эти три месяца и десять дней. То есть месяц. Месяц держал заточку. Великолепный результат, как мне кажется. Просто великолепный. Что касается ручки. Для меня эта ручка тонковата, неудобна. Ей нужно крупнее. Материал ручки. Дерево. Как я уже сказал в предыдущем выпуске, заклепки слегка выступают. Кстати, после моего предыдущего ругательного выпуска по поводу Самуры, Самура мне отписалась и сказала, что изначально, когда эти ножи делаются на предприятии, все заклепки выполнены заподлицо, но дерево подсыхает, садится со временем, поэтому они выступают. И поэтому в следующих партиях Самура заменила ручку деревянную на пластик. Респект и уважуха. Не знаю, какой там металл будет, но конкретно вот этот бак Самура исправила. Молодцы. Каждый бы производитель так к этому делу относился. Что касается тонкости лезвия, для меня Самуруские ножи слишком легкие и слишком тонкие. Да, из-за этой тонкости ощущение, что Самура сам проваливается в продукт. Все великолепно. Но кромка, сравнить сами с Феликсом Золингем, кромка почти в два раза тоньше. Из-за этого при моем стандартном удержании, как я уже показал, вот так, вот в этом месте при достаточно большом объеме шинковки я набивал себе мозоль. Поэтому, если бы вот эту сталь, эту обработку кромки, да, вот в такую форму, с такой ручкой, цены бы им не было. А так, острый заточку держит гораздо лучше, чем и Феликс Изолингем. Правится быстро. Я сейчас покажу. Время на оправку этих ножей, Самуровских, тратил ровно столько же, сколько на Золингены. Не знаю, почему это происходит, с чем это связано. Возможно, потому что металл, который здесь стоит, на этой самой кромке, достаточно твердый, более твердый, чем на Феликс Изолингенах, и при этом он не хрупкий. И кромка во время использования не ломается, не сминается. А отгибается, и именно из этого теряет она свою, собственно говоря, остроту. Но при правке на спальтер-катриангл, она опять выправляется, не затачивается, не снимается лишний металл, а выправляется, и он опять острый. Ну и обещал вам показать, как я, собственно говоря, правил его, как это происходит. Вот так. Давайте вот на примере этого, самого закаленного в боях. Делается это просто. По 10 раз на каждом угле. Значит, здесь сначала уголками ставлю этот, это более грубый камень. По-моему, 10. Потом поворачиваю плоской стороной, по плоской стороне тоже самое. И меняю камушки на более тонкие. И по плоской стороне тоже самое. Все. Вот в таком режиме происходила правка кромки. То есть, вот этот нож за эти 3 месяца эксплуатации подвергся такой процедуре сейчас вот в четвертый раз перед вами. Шеф-нож дважды подвергался процедуре, маленький вообще ни разу. Ну, я им и реже пользовался. Ну и давайте посмотрим, к чему это дело привело. Конечно, подбревает, но не могу сказать, что хорошо. Но если вы думаете, что после такой процедуры видно, да? Давайте поближе подведу. Если вы думаете, что после такого феликса 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 золенгеном будут брить, нет. Для феликса золенгеном до такого же состояния нужно, наверное, раза в два побольше времени. Потому что толщина металла в районе кромки здесь побольше, чем у самуры. Поэтому, подводя итог, посоветовать использовать ли вам эти ножи, не знаю. Честно скажу, не знаю. Я ими пользовался и буду пользоваться. Благо, у меня есть вот еще и вот эти, да? Поэтому, когда мне нужно нарубить мясо, когда мне нужно раздавить чеснок плоскостью, удобнее, конечно, не делать это вот моими привычными феликсами золенгенами. Но легкость доведения кромки до вот такой остроты и то, что они медленнее садятся по остроте, чем феликсы золенгены, конечно, подкупают. Ну и в завершение, что хочу сказать. Самура мне, неожиданно, для меня прислала следующую партию на проверку, на тест. И я даже не знаю пока, что они прислали. Давайте посмотрим. Чего здесь только нет. Опять Самура 67. Ага! Ну вот, похоже, кстати говоря, они прислали мне ножи с пластиковыми ручками из этой 67 серии и уже не Дамаску. Смотрим. Непонятно, это пластик или не пластик, потому что выглядит как дерево, но его сейчас и изображают, собственно, как пластик. Но вот на этом ноже клепки заделаны без проблем. На этом следующий. Да, тут тоже проблем нет. Здесь. А здесь одна клепка, по-моему, все-таки высовывается. Да, все-таки вот на этом ноже все-таки немножко высовывается. Но выглядит непонятно мне это дерево или что это, мне скажите. Или пластик, изображающий дерево. Лезвие без вот этих декоративных накладок. Давайте весь побреюсь тогда. Что здесь бреют, не бреют? Вот сюда покажи. Ну бреет. Да, бреет. Я вообще-то волосатый мальчик, поэтому бриться-то могу долго этими ножами. Это и есть ваш мальчик? Мальчик. Мальчик. Разве плохо? Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень. Форма и все остальное то же самое. Заделка кромок. А вот у этой серии вот здесь островаты вот эти самые кромки, смотрите. Они даже, мне кажется, еще более островаты, чем здесь. Чем на предыдущем. То есть при прочих равных недочеты есть, как вы видите. Ну посмотрим, как эта 67-я серия будет себя вести в эксплуатации в течение следующих двух, а то и трех месяцев. Так, откладываем. Так, что у нас здесь? Здесь Samura Shadow. с вашего позволения всеми подряд ножами я брить не буду, потому что вообще, на мой взгляд, показатель брейки не бреет из коробки, он ни о чем. Потому что довести нож до бритвенной остроты проблем не составляет. Весь вопрос, как они будут себя в эксплуатации вести. Так, здесь не знаю, какие ручки, пластиковые, не пластиковые, наверное, пластиковые. Ну, заделка аккуратная. На Shadow. Заделка аккуратная. Посмотрим. А, батюшки, Света, какая коробка, смотрите. Подарочная, так понимаю. Эффектно. Эффектно. Так, ручки. О, красота какая. Здесь массивная ручка. Это вот другой вариант. Мне нравится, когда ручка массивная, когда держишь нож в руках и чувствуешь его, насколько он ложится хорошо. И ручка должна для меня это удобно. А вот как противовес. Тогда вот это вот движение при рубке она бьется вот сюда вот в подушку пальца. Ими удобно работать. Слушайте, ну, вот это вот уже гораздо более качественно сделано, чем вот эти самые, 67-я серия. Более аккуратные заделка ручки. Эмблемка, смотрите, какая. да, это изделие наиболее высокого уровня. И кромочки здесь получше заделаны вот эти вот. Красота! Так, ну и что у нас здесь еще осталось? Осталось это, наверное, серия бамбу. Сразу четыре ножа. Легкие. Они все легкие. Возможно, для девушек, для женщин такими ножами удобно будет работать. Мне нравится более массивные. Смотрите, я успел где-то порезаться уже. Что за металл, не знаю. Обработка тонкое лезвие, легкие. Хранится вот так. Удобно, Универсальный сверкает. Не знаю, как вам. Возможно, вам удобен такой способ хранения, когда все под рукой. Я бы, наверное, путался в ножах по размеру ручки. А может быть и нет. Крупнее, помельче, да? Посмотрим, что пока с обслотацией. Да, еще что-то здесь было. Здесь что-то еще было. Так, опять фартук Самура. Ну, в фартуке эта штука полезна. Это камень для заточки. Я предполагаю, это такой легкий намек. Потому что в предыдущем выпуске, когда я рассказывал про всю огромную кучу камней, которые у меня есть, мне сообщили, что у меня очень большая выработка камня трехсотого тут розового. Я согласился, что да, руки не доходят его выправить. И вот Самура, видимо, мне тоже так намекнула, что камни нужно держать в порядке. Спасибо, кстати, огромное. Потому что хороший камень это штука прям, скажем, чрезвычайно полезная на кухне. Двухслойный. Смотрите, 3000 и 1000 единиц. Прекрасно. Супер. Огромное спасибо. Ну что, впереди еще энное количество роликов с эксплуатацией этих ножей. Буду их использовать. И заранее приношу извинения Самури, если мне какие-то из этих ножей не понравятся или не понравятся тебе скопом, буду говорить ровно то, что думаю и ровно то, что ощущаю при их эксплуатации. Спасибо всем за компанию и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok